Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рог! Нет. Мы испытываем твою волю. Воля у меня есть. Сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. Если ты не подуешь, и я не буду. Я рядом! Продолжение следует... Продолжение следует... Если повезет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Я готов. 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 Берегись, отец! Отец, берегись! Отец, берегись! Отец, берегись! Бракобин! Ух! 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 Гав! Как приятно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Почему они не могут поладить? Они же родня. Нас это не касается, сын. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями двадцати ледяных троллей. Или двадцати одного. А почему, мама? Откуда ты её знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила... Генгур Айн. Точно. Впечатляет. А ты в неё пошёл. По глазам видно. Да. Спасибо, Сим... Нет, трогай меня. Что? Я не трогал. Ты что? Я... Я потом зайду. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Это, конечно, не моё дело, но я бы на твоём месте смыл этот символ шеи. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надёжная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаней и мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Бррррр. Брррр. Продолжение следует... 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 Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Продолжение следует... Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Беврёста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни Великого Мирового Древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Беврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Беврёст сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала, и только отсюда, возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях Мирового Древа. Разделяет их свет Альфхейма в Беврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это Мировое Древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров. А мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового Древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство. Тянется сквозь время. Каждая возвращается к Древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж. Мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. В Альфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, который приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Беврёзд. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление. И откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Беврёзд, создавая мост в этот мир. Поэтому путь меж мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более ста зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Беврёзд погас. Эта силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Беврёзд не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли. У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Альфхейма. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет, 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 нет. Проклятье, так быстро. Что происходит? Что происходит? Чтобы восстановить магию Беврёзд, нужно шагнуть свет. Будьте очень осторожны, чтобы димопатно... Она не погибла. Правда? Нет, вряд ли. Идём. Посмотри вокруг. Держись рядом. Ничего не трогай. Так, а это что? Похоже, ты это убил. Наверху. Ого. А это что? Это не наше дело. Соберись. Сын. Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за неё происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Её финал. Эти проиграли. Эти проиграли. Эти проиграли. Летись за ними! Огонь! Не лепись! Летись за ними! Почему они нападают? Мы ничего не делали! Будут еще! Фу! Откуда взялась эта гадость? Да! Что-то сказал? Нет! А, ладно! Ну, мы хотя бы ближе к свету. Стой! Это Синдри? Откуда взялся? Атрей, за мной! Уже... Как ты опередил нас. Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы гномы. Умеем удивлять. Это не ответ. А, верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Ах, таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну, это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему, Брок, синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами, с голым... Ой, с голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но не стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи. И стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. За дело! Прошу прощения. 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 Продолжение следует... А! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...